Здесь, конечно, на копчике вот так не надо, тут будет больно, поэтому лучше всей ладони, обе, всей вот этой вот поверхностью. Ударный, это как бы ударный у картистов поверхность, да? В стену они бьют, в грушу. Порошились вот так вот, растрясли, да? Смотрите дальше внимательно. Далее проходимся, опять же, по воздушным костей. Мы, по сути, работаем одновременно и с кровью, и с лимфой. Про лимфу я сейчас отдельно поговорю. Теперь смотрите, теперь идем вибрации, ой, винтовые такие движения вдоль позвоночника. Запоминайте, видно, как рука идет? Видно? Я как бы внедряюсь между вот этими мышцами и позвоночником. Стараюсь всеми косточками, одно, второе, третье, четвертое, вот этими уже костяшками. Отодвинуть эту мышцу туда. Отодвинуть. Далее я помогаю второй рукой. Этой рукой отодвигаю, а этой протягиваю сюда. Одну отодвигаю, протягиваю сюда. Дальше. Подвигаю, протягиваю сюда. Так, таким образом, мы еще дополнительно работаем с лимфотоками. Если вы работаете с обоими частями тела одновременно, да, то, соответственно, просто проходите одновременно. Я это движение называю утюжки. Вот это, считайте, что у нас утюг такой, да, можно, опять же, пройтись вот так, вертикально. Можно вращаясь с этими движениями. Можно дальше отдельно нарисовать. Такое движение есть тельняшка. Видите, рисуем по доске. Получается, нарисовали девушки-тельняшки. Ну что, эта спинка немножко пополит. И таким образом мы растягиваем позвонки, ой, не позвонки, вот эти мышцы, да, опять же, повторяюсь, стороны. Что это стирать? Если у нас позвоночник... Позвоночный столб, вот, в этой плоскости вот так, это, да, вверху, обычно нам всегда давит гравитация, да. Соответственно, вот тут вот всегда идет напряжение компрессионное, сверху вниз. Поэтому еще раз говорю, что в отличие от других массажей, здесь в мануальном массаже мы должны делать движения такие, которые сегментами, уже позвонками, вот этими, раскрепощают по спирали вверх. Понятно? Вверх. То есть мы не вниз вот туда ведем руку, а именно вверх. Дополнительно снимая... Напряжение? Напряжение называется декомпрессия. Декомпрессивая в обратную сторону. То есть раз поворот, и вот в эту сторону. И вот в эту сторону. Понятно? И снимаем защипление, да? Да. Контронтально-мерное, конечно. Так. Это было восьмое движение. Запомнили, когда с двумя руками, да? Одно сюда, одно сюда. Ну да. Вот сейчас вы все это будете делать. Да, поэтому мы сейчас останавливаемся. Либо когда с двумя руками, ой, с обоими частями тела работаете. Тьфу ты! С обоими половинками. Торса человека, да? Соответственно, делаем это все одновременно в эту сторону. Лапу леопарда в эту сторону. Утюжки запускаем вот так, вот так, вот так. Опять же идут... Смотрите... Про лимфу немножко коротко скажу, ладно. Основные собиратели лимфы у нас узелки. Лимфоузлы. Они бывают от двух миллиметров до полтора миллиметра. Представляете? Ой, полтора сантиметра. Представляете, сколько это? Это достаточно ощутимо. Можно пощупать. Они находятся в патной области вот тут. Вот в дождь на кости. Основное их сборище находится в подмышечной впадине. И в подключичной зоне вон там. Про горло кто там поговорит. Поэтому, вот именно поэтому, мы все движения делаем туда. Вот отсюда, вот туда, к этим узелкам. Понимаете? Отсюда, вот туда. Вот по этой дуге туда. Либо вот прямо вот так вот туда. Подмышечной впадиной. Здесь, соответственно, вот туда. Вот туда. То есть, все движения мы делаем вот, растрясаем вот в эту сторону. Они совпадают с нашими мышцами. Помните, может, я в прошлый раз говорил, как идут? Веерообразно отсюда. Тут мы немножко против мышц идем. Потом они как одеваются вот так вот. Корсета мышцы. По ним идем сюда. Будем лимфу. Здесь они идут прямо. Прямо туда будем. И на ягодицах они идут вот сюда. Сами мышцы ягодичные веерно расходятся в ту сторону, да? Но мы на них, в том случае, не обращаем, когда работаем с лимфой. А введем их вот туда. Вот туда. Так, Маша, ну я сильно уже разогрел даже до боли. Давайте теперь вы вдвоем сразу попробуйте с Машей. Давай как? Давай ты с этой стороны. А как вы вдвоем не сможете, да? Тогда... А Маша слишком. Тогда на в каком-то будет. Пациента, больного. В студии. Кто больной? Больного в студии? Ну я тут больной. Я инвалид. Кто инвалид? Я инвалид. Ну давайте, ладно, получится у нас. Получится. Давай, с этой стороны. Татьяна, Татьяна, вставляй. Ты с этой стороны давай. А ты с этой. Наоборот, наоборот. Ты с этой стороны. Ты с этой стороны. Я с этой. Масленно, пожалуйста. Тут не выйдет. Сейчас не хватит. Лучше взять у вас такое. Да. Да, вот это лучше у нас. Вы, кстати, заметили... Палфетку влажу. Не заметил, ладно. Потом скажу. Что? Тут масло на локте. Не надо, пусть намашь на локте. Почему все раз? Что, это не ли? Нам сейчас троцик понадобится. Сейчас мало. Ладно, сейчас все убило. Ладно, давай, давай. Ты все просто надо выкидывать. Да, выкидывай. На. Все, хватит. Лену выкидываем, да. Пусть получится. Может, пригодится. А, что случится? Она уже будет массажисткой. Ты уже умеешь? Хочешь, чтобы дядя сделал массаж? Ты. А, да. Она хочет, чтобы уже взяли. Мне интересно. А ты пищать не будешь? Нет? Кофе в одежде нет. Смотрите. Вот это двоя половинка. Первое движение какое голову? Продолжение того, что мы делали до этого. Что мы делали до этого? Держи, держи. Растирание, да? И гнали кровь вверх. Помнишь, волнами? Теперь все ладони, одну руку можно отпустить, все ладони гони вот этим запястьем вдоль позвоночника. Одновременно делайте, практически видите, как массажистки руки будут. Теперь добавляйте вибрацию пальчиком, пальчиком, пальцем. Пальцем, пальцем больше. Так, вот, Татьяна, больше получается, но ты силу от локтя берешь. В данном случае нет силы. Выглядите, как у Стаси хорошо получается. Да, да, вот так вот. У кого? У Стаси кто-то есть? У Стаси, Стаси. Стаси тоже со мной, правильно, Татьяна? Да. На маму уже говорит, я ему. Повибрируйте, смотрите, руки мои расслабленные. Пальцы, пальцы, за счет пальцев мы сейчас вибрируем. Это вот такая вот. Рау лучше получается. Да? Ну, как-то проще вибрируйте. А вот это как держим? Вот так? Не такое, а? Вот так? Нет, нет, смотрите. Сейчас мы вибрировали в тангенциальном плоскости. Вот так растрясали подолночек, да? Теперь в синусоидальной. Смотрите как. Запускаем синус волны. А, все. Вот так вот. Да, вот можно пожестче сейчас сделать, а можно именно вибрации. Тинь, 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 быстренько так. Вот так вот, да, да, да. Видишь, скорость изменилась, амплитуда изменилась, уже движение другое. Ай, молодец. Хорошо, получается, Татьяна. Прямо Люба посмотреть. Давай, давай, давай. Вот уже, получается, и у тебя. Тася, давай, тоже гладь. Так. Далее. Да, вот вы сейчас что сделали? Вы сейчас добавили поглаживание. Ну, да. Отлично, можно добавлять, да, между любыми другими упражнениями, это хорошо. Далее переходим, да, вот к таким движениям. Ну, вообще-то я показывал еще пальцем, помните, мы растрясали позвоночник. Только вот тут вот идите в противофазе. Ты немножко опережай, например, а ты чуть сзади, да, начинай. И второй рукой подталкиваем, нет, в эту сторону. Какую сторону? Ну, я-то показывал с противоположной. Давай вот так, сейчас посмотрим. А, все, у меня удобно. Просто давить, смотрите, я показывал с этой стороны, удобнее давить на себя. А тут получается от себя. А, ну да, это неудобно. А можно я с той стороны попробую? Давайте, да. На Буддашов. На Буддашов попробуйся. Давай, на себя. Да, 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 вот так вот, раскачивай. Внедряет пальцем глубже, глубже. Ну, пока можно так, поверхностно, да? Между позвоночниками и мышцами. Только захватывай, захватывай. Тонкие. Да, мышцы тонкие, поэтому ей больно. Больно, Маша, да? Да, очень. Ты чувствуешь, Машина? Ее очень больно, да. Вот ее мышцы, они зажатые очень сильно. Ну, погибли. Неправильно. Поэтому мы недолго это будем делать. Вот так зажимаешь свою руку. Подожди, пальцы твои опираются перпендикулярно. Пальцы, ты им должен мышцу найти вот эту. И вот дергаешь. Максим, смотри. Вот, ты взялся между позвоночником, потом руку и в этой мышцей опустил, а давишь на палец. И заодно, ближе-ближе к позвоночнику, не чувствуешь, ближе к позвоночнику. И заодно ты прощупываешь, диагностируешь, где у меня есть вот эти мышечные спадмы. Вот у меня вот этот видишь. Пощупай здесь. Чувствуешь, что он хорошо? Значит, дальше будем с ним работать. Потом, где-то оно было вот тут еще. И тебе хорошо будем вдвоем лежать, будем делать друг другу массаж. Хорошо? Ну все. Так, получилось? Хорошо. И поскольку... Давай попробую еще раз. Можно я сама? Я хочу почувствовать тело. Да, сейчас, Максим, подожди. Ты как-то от позвоночника, ты можешь к и позвоночнику? К иду. Вот, сейчас уже чувствую. Нормально. Почувствовал, где уже руки были? Да, вот здесь. Вот с этой стороны вот тут нащупали, а здесь. Вот тут тоже есть. И уже больно, он уже сжимается, и вот тут есть. Машка, извини. Маша, извини, что на тебе ты не ровешься, зато потом будет хорошо. Ну, завтра немножко поболят мышцы. Да, давай. Нет, с той стороны неудобно просто. А попробуй, видишь? Подталкивай. Ты как бы вот в этих позвоночниках... Вверх. А вот так нельзя? Ну, так просто слабо, некрасиво. Да? Можно так, да. Ну, то есть, если я вот так... Можно так, да. Можно и так. Просто, понимаешь, я же все время показывал движение одной рукой. И это, и вот это, и вот это. То есть, все идет от одной руки. Поэтому-то и получается. Маша. Дочь. Здравствуйте. Привет. Сын. Это моя пацанинка, я тебе смогу. Пришла. Располагайтесь вот на этом столе. Разрешивай. Продолжение следует... Распределяй.